Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И в сегодняшнем видеоуроке мы поговорим о настройке RSE. Или еще они называются рекламная сеть Яндекса и тематические площадки. И сразу же перейдем к плану видеоурока. Итак, сначала поговорим о том, что же такое вообще RSE. Далее мы поговорим, что получают сайты или веб-мастера с рекламы в рекламной сети Яндекса. Далее мы поговорим, как устроена RSE для посетителей сайта. Мало людей почему-то задумываются об этом, а это очень важная информация. Далее мы, конечно же, поговорим о том, как устроена RSE для рекламодателей, об аукционе и прочем. Далее, конечно же, мы настроим рекламную сеть Яндекса. То есть, мы сразу же отвечу на большую часть ваших вопросов. Это сбор ключей для RSE, какие должны быть настройки RSE, использование Excel и Direct Commander в RSE. Поговорим про картинки в RSE, поговорим про ценник в RSE. И другие в конце вопросы, которые задают чаще всего по RSE. И в конце, таким аперитивчиком, я обязательно расскажу о том, как надо следить за RSE и какой анализ RSE необходимо делать. Что же такое RSE? В двух словах, это рекламная сеть Яндекса, партнерская сеть сайтов, на которых располагаются блоки рекламы Яндекс.Директ. Самым ярким представителем блоков RSE и семейства RSE являются два сайта. Первое – это ВКонтакте, где 50% показов рекламы сбоку от страницы, слева, является RSE. И второй сайт, в котором есть тоже показы блоков RSE – это Авито. Эти сайты считаются одними из самых популярных по показам, и, естественно, переходов с них бывает больше всего. Если открыть Авито, слэш Москва, мы можем увидеть здесь объявления Яндекс.Директа, они подписаны Яндекс.Директ, в которых есть заголовок, есть ссылка на сайт, картинка, текст и другие атрибуты объявлений Яндекс.Директ. Если говорить о рекламе ВКонтакте, то блок выглядит очень похоже. Здесь есть заголовок, есть картинка и есть текст. Также есть ссылка на сайт. Больше, в принципе, ничего сверхъестественного отличия нет. Нет быстрых ссылок и каких-то мелких атрибуций самого Яндекс.Директа. Но при наведении на ссылку мы можем увидеть, что здесь написано Яндекс.Ру, слэш, и дальше идет дополнительная динамическая информация ссылки Яндекс.Директа. Таких партнерских сайтов у Яндекса огромное количество. Причем в 2016 году Яндекс собирается увеличить количество этих партнерских сайтов, также добавив очень много мобильного трафика, о чем не стоит забывать. Собственно, резонный вопрос, что получают сами сайты с рекламы в РСЕ. Если они берут партнерку Яндекса, кстати, это можно сделать на странице partner.yandex.ru. Здесь можно зарегистрироваться, и если у вас сайты с посещением больше, чем 500 человек, уникальных человек в день, и если вы сможете пройти модерацию Яндекса, вы сможете начать получать деньги с рекламы Яндекс.Директа, расположив в блоке рекламы на своем сайте. А по факту вы будете получать ровно 50% стоимости клика с вашего сайта, и 50% вторые пойдут Яндексу, не считая НДС, конечно. Далее, давайте разберемся, как устроена РСЕ для посетителей сайта. Итак, сначала у вас могут быть какие-то поисковые запросы, которые вы вбиваете на страницы Яндекса, в поисковике Яндекса. Либо вы можете посетить какой-то тематический сайт. Это новинка 2015 года, теоретически, РСЕ, после чего появилось очень большое количество в интернете криков и ору. Потому что, если человек посетил, например, ваш сайт, блог или какой-то просто тематический ваш личный сайт, например, по септикам, то автоматически в РСЕ для человека начинают показываться также другие сайты по септикам. То есть, посещение тематических сайтов приравнивается к поисковому запросу на странице Яндекса на данный момент. Далее. Конечно же, если человеку показалась эта реклама, то у него уже что-то записано в куки браузера. То есть, информация записывается постепенно в куки вашего браузера. Какая-то определенная информация также хранится на сервере Яндекса. И после этого вы попадаете в бигдата Яндекс. То есть, у каждого посетителя есть какие-то определенные интересы. И по этим интересам пытается показаться релевантная реклама. Собственно, что и делается. В течение 30 дней, ну это максимальный срок, ваше объявление с вашей тематикой по поисковому запросу или по тематическому сайту показывается человеку. А теперь давайте посмотрим, что такое RSE для рекламодателя. По факту нужно понимать, что вся RSE устроена как аукцион. Причем это немножко отдельный аукцион от аукциона на поиске Яндекса. Да, причем на поиске аукцион в 2015 году он изменился, а в RSE аукцион практически не поменялся. То есть, изменений там каких-то кардинальных нет. В чем главное отличие от аукциона на поиске? Важно понимать, что у человека может быть не один интерес, а множество. И у 99% посетителей ваших сайтов у них будет больше, чем один интерес. То есть, сегодня они интересуются айфонами, завтра они могут интересоваться допусками с РО, а послезавтра или даже в тот же день могут интересоваться BMW. И, естественно, все эти, абсолютно все эти тематики участвуют в общем аукционе запросов именно для этого посетителя. Ну, а здесь логично понять, что если айфон и прибыль с айфона меньше, чем прибыль с продажи BMW, то, естественно, и цена клик на BMW, скорее всего, будет выше в рекламной сети Яндекса, а в СРО еще выше, то, естественно, будет показываться, преобладать та реклама, которая будет платить просто больше за клик для посетителя. Теперь поговорим о правилах работы с РСЯ. Перед тем, как начну о правилах, скажу маленькую ремарочку. Если вдруг вы настраивали себе контекстно-медийную сеть в Google AdWords, так вот, РСЯ – это, можно сказать, последователь всех принципов работы в контекстно-медийной сети. И РСЯ стремится к контекстно-медийной сети. А последние полтора-два года это 100% доказывают. Итак, первое и самое важное, что CTR не участвует в аукционе. А это значит, что какой бы ни был у вас CTR, то есть эффективность вашего объявления, вы будете все равно показываться. Поэтому все, что влияет на охват аудитории, а по факту самый важный показатель в РСЯ – это охват аудитории, только цена вашего клика. Далее. Заголовок и текст может быть без ключевика. Но здесь есть уже некоторые исключения. Большинство старых блоков рекламной сети Яндекса, как и ВКонтакте, что я показывал, на Авито уже новые блоки. В старых блоках нет подчеркивания или выделения жирного ключевиков. И если человек вписывал в Яндексе в поисковой строке какой-то, например, септик-танк купить, или просто септик-танк, и он дал знать Яндексу, что он собирается купить септик, или интересуется им, то ВКонтакте, если покажется рекламой РСЯ, то там ничего выделяться не будет. Если покажется на Авито, то выделится септик и, ну, второе слово, например, танк, если, конечно, они будут заголовки. На цену, опять же, это не влияет, это влияет только на выделенность текста. Это единственный момент, который вам нужно знать. Третий пункт. Не гонитесь никогда за 100% охвата аудитории. Тоже очень частая ошибка людей, которые пытаются поставить высокие ставки в РСЯ, и получить максимальный охват аудитории. Конечно же, цену клика, которую мы будем выставлять, она будет полностью показывать ваш охват аудитории. Ну, на этом мы сойдемся. То есть, вы выставите какой-то ценник, который теоретически вас устроит, и тот охват аудитории, который он покажет, он будет тот, который нужен вам. Или наоборот, вы берете нужный вам охват аудитории, и уже из этого вы считываете себе цену клика. Четвертое важное правило, что в РСЯ мы считаем только ROI. То есть, у нас, может быть, вложение 500 рублей, прибыль 5000 рублей. Вот это, наверное, самые важные показатели в РСЯ. Да, конечно, если вы вкладываете 100, 200, 300 тысяч рублей, а получаете всего лишь 400 или 500 тысяч на выходе, это не значит, что РСЯ плохая, это не значит, что ее надо переделывать. ROI считаем, если ваше вложение в рекламу меньше 100 тысяч рублей в месяц. Далее мы считаем, конечно, по вложенным деньгам, и, конечно же, ROI должен быть обязательно положительный, он должен быть больше, желательно, 100%, если больше 300%, вообще замечательно. Дальше. По ключевикам. Ключевики в РСЯ можно складывать в группы объявлений. Тоже очень частый вопрос, который люди задают. Можно ли делать, и вообще, если у меня рекламная сеть, можно ли делать на одну группу объявлений несколько ключевиков? Да, можно. И причем на одну группу объявлений можно делать и 2-3 объявления для теста. То, что мы, в принципе, сегодня будем делать тоже. Дальше. Тоже очень важный момент, что ключевики мы берем с показами выше 200 показов в месяц. Показы мы можем посмотреть в wordstat.ru для каждого ключевика. И если показов меньше 200 в месяц, то статистики охвата аудитории в РСЯ не будет. А значит, что этот ключ, он теоретически ничего не делает. То есть, он у вас просто висит в вашей рекламной кампании. Он никому, конечно, не мешает, но для статистики, я считаю, он будет немного лишний. Дальше. Конечно же, нужны картинки. Картинка нужна, если у вас тематика одна, вы можете засунуть просто одну и ту же картинку, либо ее тестировать постоянно, либо у вас несколько тематик. И тогда вам нужно будет несколько картинок. Даже если у вас одна тематика, например, септики, но при этом разные они, там, септик, пластиковый, топаз, какой-нибудь еще другой, танк и так далее, в любом случае придется использовать разные картинки на разные объявления. И, конечно же, я рекомендую использовать UTM-метки. UTM-метки не те, которые используются на поиске, а те специальные метки, которые нужны для определения площадок, откуда был клик, Ну, хотя бы это. Этого уже будет достаточно. Итак, перейдем к плану настройки рекламной сети Яндекса. Первое, что вам необходимо сделать, это собрать так называемые маски ключей. В общем, вам необходимо в первых двух шагах обработать свои ключевые фразы. Не пугайтесь слова масок, мы его сейчас быстренько разберем и поймем, что это такое. На самом деле ничего сложного нет. Вторым этапом нам необходимо спарсить маски ключей. Можно это делать даже руками через Wordstat, либо можно использовать какой-нибудь удобный парсер, вроде Key Collector, где можно сгруппировать ключи и прочее, прочее. Да, если у вас есть уже ключи, которые спаршены для вашей рекламной кампании в Директе, например, на поиске, то все замечательно. И у вас есть парсер. Вы тогда сможете сделать просто группировку всех ключей, которые были у вас на поиске, поставить фильтр частотности специально из правил «больше двухсот», и тем самым вы сможете собрать свои ключевые фразы в «РСЯ». Если нет, то мы просто соберем маски ключей. Следующим этапом мы разберемся с Excel-компанией для «РСЯ». Там ничего сложного нет, есть стандартные шаги. Необходимо просто засунуть все ключевые фразы из вашего набора в Excel и для них сделать несколько объявлений. Возможно, одно даже, в некоторых случаях больше, чем одно. Ну, в общем, сделать просто Excel-компанию в «РСЯ». Следующим этапом нужно разобраться в Директ Командере. Директ Командер очень удобная утилита. Если вдруг вы ей не пользуетесь, то обязательно скачайте ее. Она бесплатная и распространяется самим Яндексом. Это их утилита, она бесплатная. В Директ Командере мы сделаем настройки кампании, сделаем картинки для объявлений, сделаем настройки цены и отправим рекламную кампанию на модерацию. И следующим этапом мы зайдем в сам уже Директ и установим лимиты, потому что, к сожалению, на данный момент в Директ Командере нет установки лимитов. Теперь по поводу ключевых фраз для «РСЯ». Первое, что необходимо знать, что для «РСЯ» подходят как тематические, так и близкие по тематике ключи. А это значит, что ключи, их задача, первая и самая основная в «РСЯ» не отсеивать людей, а попытаться с помощью ключевых фраз увеличить охват аудитории. То есть, по факту «РСЯ» это баннерная сеть Яндекса, поэтому нам нужно просто сделать максимальный охват. А уже, начиная из максимального охвата, можно уже будет отрезать лишнюю аудиторию, если вдруг понадобится. Конечно же, мы используем так называемые маски ключей. Маски ключей чаще всего это среднечастотники и высокочастотники, то, что вы, скорее всего, знаете. То есть, это ключи, у которых есть показы от 1000 и выше в месяц. Конечно же, по вашей тематике. Можно также использовать так называемые общие ключи. Например, манежи, септик. Если это возможно. Конечно, если вы занимаетесь установкой колодцев или чем-нибудь таким, слово «колодцы» рекламировать довольно тяжело. Но рекламироваться по слову «септик» в септиках – это вполне реально. И таких ключей можно довольно много набрать. Автономная канализация и так далее. Ну, конечно, наверное, не подойдет единственное слово – это канализация. Поэтому везде есть мера. Если говорить о масках ключей и об общих ключах, то чаще всего в ваших RSEI рекламных кампаниях будет 2-3 слова в одной фразе. То есть, у вас есть одна фраза, и в нем 2-3 слова. Редко, когда одно. И очень редко, когда большее количество слов. Следующее правило относится для тех, кто любит собирать все ключи и засовывать все подряд в рекламную сеть Яндекса. Нет, здесь как раз работает правило, что в ваших ключах не должны встречаться те ключи, в которых менее 200 показов в месяц. У вас должны быть ключи, у которых показов больше 200 в месяц. И таких ключей, даже по очень жирным тематикам, обычно не больше 700. Поэтому рекламную сеть Яндекса сделать довольно просто, потому что в ней довольно-таки мало ключей. Ну и самый главный вопрос, который задают мне мои ученики – нужно ли делить на горячие, теплые, холодные ключи в RSEI? Нет, скорее всего, вам это не понадобится. Единственное, зачем вам нужно будет делить ключи – это по какой-то смысловой нагрузке. В любом случае, вы будете делить ваши ключи только объявлениями. Друзья, сегодня я буду собирать свою рекламную кампанию для тематики «Постройка бань в Москве и Московской области». И что нам необходимо знать? Первое, чем вы должны точно уже уметь пользоваться – это wordstat.yandex.ru. И первое же слово, так называемое «обще», где есть только одно слово, я вбиваю в wordstat. Это слово «бань». Естественно, слово «бань» мне подходит очень скользко, потому что, да, мне подходит большая часть ключей из них. Например, «баня», «баня под ключ», «цена», «печи» – может быть, не подходит, конечно, но ничего страшного. «Срубы» «бань» подходит и так далее. Но при этом, естественно, есть ключи типа «порно-баня» и прочее, видео какие-то, проекты «бань» подходят, общественные «бани» не подходят. При этом, конечно же, есть еще так называемые ключи околотематические – это срубы «бань», срубы домов навряд ли, и что-то с банными какими-то вещами связаны. Итак, давайте начнем собирать так называемые маски ключей. Для этого нам необходимо взять слово «бани», широкое слово, и в нем поискать те самые ключи, которые мне нужны. Напомню, я сейчас делаю рекламную кампанию в РСЯ с нуля. Если у вас уже есть собранные ключи, например, у вас уже есть либо проект, либо просто Excel с вашими ключами, то все очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это объединить все ваши маски ключей, в моем случае это «бани бревна», «бани брус», ну, в общем, вот он список ключей, только для другого региона, собрать их вместе, и далее просто сделать, почистить их частотность. Но я буду делать это с нуля. Для другого региона, и буду использовать программу «Кейк коллектор». Опять же, можно делать это руками, никто этого не запрещает. Итак, я буду брать некоторые ключи. Это «бани ключ», потому что «бани под ключ» — это то, что мне нужно. Мне нужен «бани цена», это мой горячий запрос. «Купить баню». Да, конечно же, все проекты «бань», потому что это околоцелевые запросы, и так как это РСЯ, я считаю, это идеальный вариант. «Бани из бруса», но я уберу «из» и оставлю только «бани» и «брус», для того, чтобы увеличить охват аудитории. Напомню, нам нужно увеличивать охват аудитории. Да, недорогая баня, ну, такая уже, уже околотематическая, потому что здесь может быть и общественная баня, и так далее. То есть, в любом случае, часть каких-то минус-слов нам придется либо найти, либо взять их с поиска. Заметьте, сразу же попадаются ключи. Три слова, четыре слова, пять слов. Эти ключи мы не трогаем. Даже если у них очень большое количество охвата аудитории, 17 тысяч – это довольно-таки много, это первая страница по слову «бани», но, тем не менее, запомните, если вы хотите делать маски ключей, то делайте два слова, потому что «баня» и «ключ», и «баня под ключ» у нас, в общем-то, слово есть, поэтому все эти ключи уже у меня есть осознанно. Далее у нас идет сруб «бани», естественно, тот же самый ключ, который тоже очень важен. «Сауну» мы упускаем, женские бани, общественные бани, мы, естественно, тоже опускаем, оставляем. «Строительство бань», то есть берем только два слова. «Строительство бань». «Бани» – это первое слово, а «строительство» или «проекты бани», или еще какие-то слова – это вот второе слово, и нам надо как раз их найти. Главный вопрос, который должен волновать вас, почему я не взял просто слово «бани» и не спар силовой, и не начал чистить. В общем, это можно тоже сделать и убрать, например, оттуда лишние слова, но, к сожалению, слово «бани» оно слишком широкое, и чистить мне придется очень-очень долго. Например, удалять там «варшавские бани» и прочее, прочее. Это довольно тяжело и сложно, поэтому я не буду это делать. Зато я буду брать баня двухэтажная, баня 3х4, естественно, 4 там, где обязательно участвуют. Ну вот, в общем-то, «бани» 4х4, «бани» 3, «бани» 6х6, то есть самые распространенные размеры обязательно вы должны указывать, если они у вас вдруг есть, если вы занимаетесь строительством, конечно. Если вы занимаетесь чем-то другим, какой-то другой тематикой, ничего страшного, делать нужно то же самое, то есть брать только два слова, то есть брать только два слова, ну, в общем, все. Дальше, конечно же, нужно заниматься руками, если вы хотите действительно хорошую, чистую рекламную кампанию. Если вы не хотите заниматься мучениями, у вас нет лишнего времени, то вы можете не заниматься такой ерундой, не собирать эти маски ключей, которые, кстати, можно собрать, в общем-то, просто в одну папку и сразу распарсить, а можно сделать даже интереснее, просто взять слово «бани» и дальше собрать какой-то список минус-слов и дальше его вычистить. Давайте сделаем и то, и другое и посмотрим, какой будет результат. Итак, у нас собрались все наши маски ключей. В данный момент я объединяю все свои маски ключей. Здесь получается 13 982 слова. Я, естественно, выставляю фильтр по частотности, больше 200, хотя я бы на самом деле для этой тематики выбрал даже больше 500, но не суть. В итоге у меня остается 966 ключей, как я уже и говорил. Собственно, теперь мы эти ключи переносим в... даже просто копируем в группу «бани», то есть в общую нашу группу, перед этим, конечно же, пометив наши ключи. И сняв настройки, в итоге я получаю вот те самые 966 ключей. Да, можно набрать еще дополнительные ключи. Естественно, можно брать не только слово «бани», можно посмотреть еще профилированный, еще что-то профилированный брус, потому что, скорее всего, есть, во-первых, и другие виды «бани». Я сейчас это сделал для примера. Конечно, у меня получится в итоге ключей около, ну, я думаю, больше 200 показов в месяц. Я думаю, что можно собрать около 2000 ключей по баням и околобанным тематикам. Но эти околотематические ключи, они в любом случае будут привлекать мне клиентов. То есть я не собираюсь в самом начале придумывать такие ключи, как помыться в бане, ну и так далее. То есть это мы сразу же будем вырезать. В итоге, взяв вот эти 966 ключей, мы можем уже прямо сейчас сделать очень крутую рекламную кампанию по баням. То есть можно сейчас загрузить эту рекламную кампанию, а потом еще добавить новые ключи. Как мы знаем, рекламную кампанию можно... Как мы все с вами знаем, рекламную кампанию нужно делать не один раз, ее все равно придется доделать. Поэтому давайте возьмем те самые 966 ключей и по ним сделаем рекламную кампанию. Первым делом мы открываем Директ Коммандер. И все, что нам нужно здесь сделать, это нажать создать новую рекламную кампанию, текстографическую. Пусть она даже будет называться новая, можно даже взять какую-то шаблонную рекламную кампанию, которую у вас есть. Самое важное, это сделать экспорт рекламной кампании в файл. В принципе, абсолютно любой. Я буду выгружать рекламную кампанию, она у меня пустая. Давайте выгрузим какую-нибудь одну, ну, в которой есть хоть какое-нибудь одно слово. Но, в принципе, разницы, повторюсь, никакой. Что есть какие-то ключи уже в рекламной кампании, что она вообще пустая, разницы нет никакой. Обязательный момент, чтобы вы не перепутали, ничего не потеряли в вашей рекламной кампании, выгружайте, пожалуйста, рекламную кампанию в XLS формате. Тогда вам будет удобнее работать с ней. Что ж, в итоге мы получаем Excel-файл, в котором есть поля. И некоторые поля, естественно, нам не нужны. Мы их сразу удаляем. Если вы не умеете работать с Excel, то посмотрите мой видеоурок про работу с Excel в Яндекс.Директе. Собственно, удаляем лишние моменты, связанные с ID-фразами. Да и вообще фразы можно удалить. Длину и текст, заголовку пока мы оставим. Регионы, ставки, тематические площадки, контакты, в том числе мы их тоже удаляем. Статус объявления «Да». Оставляем только заголовки быстрых ссылок и адреса быстрых ссылок. Описания быстрых ссылок не работают в Яндекс.Директе на данный момент, поэтому тоже удаляем их полностью. И в итоге у нас остается такой маленький шаблончик, очень коротенький. Итак, теперь у нас есть те самые наши ключи, 966 штук. Конечно же, перед тем, как мы начнем работать с ними, мы сделаем анализ неявных дублей, чтобы я просто сразу же увидел дубли. Естественно, и вам рекомендую все дубли удалить лишние. У меня, скорее всего, они есть. Возможно, они попали. По разным причинам они могут просто быть. И все. Об этом не стоит задумываться. В итоге мы делаем умную группировку и удаляем лишние слова. В итоге у нас даже остается 618 ключей чистых, которые подходят для загрузки в RSE. Мы вставляем эти ключи во фразы. Также хочу заметить, если у вас есть несколько тематик или около тематик, ну, например, в моем случае, да, у меня баня под ключ, баня под ключ, это отдельная прямо стезя, есть баня «Цена», и сюда можно написать просто отдельное объявление. Конечно, можно это и не делать. То есть сделать одинаково абсолютно. Но если все-таки вы хотите сделать другие объявления, что для этого нужно? Друзья, также для тех, кто не хочет очень долго заморачиваться с фильтрацией групп, у меня есть очень хорошая новость. У меня есть сервис adbump.ru, и мы сделали недавно обновление сервиса adbump. И теперь во вкладочке «Группировщик слов» есть очень удобная кнопочка, называется она «Для группировки номеров групп объявлений и ключей в XLS для Директ». Как это происходит? Вы берете свои ключи, которые нужны для RSE, для холодных рекламных компаний на поиске. Засовываете все свои ключи, которые вы хотите сгруппировать, выбираете по какому количеству слов группировать, например, по одному совпадению, либо по двум словам и так далее. Чаще всего вы будете выбирать, скорее всего, по два слова. И при нажатии «Группировать» вы получаете свои слова, в том числе и название группы. То есть если вам необходимо название группы, вы можете ее получить. После того, как сгруппировали группы, вы их отправляете к себе в Excel-файл и можете полностью поменять название группы, номер группы. Ну а дальше написать заголовки, тексты для групп. Делается это элементарно. Ну, во-первых, можно сделать по несколько вариантов. Первое – это можно просто пометить ваши ключи прямо здесь. С помощью, например, условного форматирования правила вам выделения ячеек содержат ключ. У меня, например, подключ. Я хочу отметить все свои ключи подключ. Вот они, все эти ключи мои. Есть они еще? Нет, больше их нету. Для них у меня будет номер группы 1. Для этих ключей. То есть я их группирую вместе в одну группу. Дальше, естественно, у меня есть цена, цены и прочие ключи. Давайте попробуем их тоже сгруппировать. Можно сделать это с помощью фильтра также. Например, с помощью фильтра прямо в Excel, естественно. Делаем фильтр «Содержит цен». У нас цена. Первые ключи я трогать не буду, они у меня сгруппированы под ключ. А все остальные ключи я могу сгруппировать именно как цены. Два. Третья группа объявлений. Снимаем фильтр. Сразу же можно сделать фильтр. Если числовые значения у меня пустые, то они отображаются, все остальные не отображаются. В итоге у меня остаются проекты. Делаем фильтр «Содержит проекты». Для них у меня будет четвертая группа. Да, есть бани 4х4, но если вы хотите, можно сделать прямо на каждую отдельную. Например, бани 4х4, бани 4х2 и так далее. Но люди зачастую ищут не только одну баню, они могут несколько посмотреть проектов. У нас остаются бани из бруса. Это у нас будет и срубы. Давайте их тоже попробуем сгруппировать. Брус. СПЛЁТ. СПЛЮТ. СПЛЁТ. Вот и всё. Теперь мы ещё раз проверяем пустые ячейки. Пустых нет. И значит все ключи теперь разгруппированы по группам. Естественно, каждая группа должна иметь свой собственный уникальный заголовок и текст. Также уникальную ссылку и уникальную заголовку и быструю ссылку. Что значит уникальный? Уникальный – это значит, что они не должны быть разные в одной группе. То есть они должны здесь совпадать. Вот один, один, один – везде совпадать. Да, они могут совпадать и со второй группой, и с третьей группой. Но главное, чтобы они были уникальны для одной группы, в рамках одной группы. Иначе, иначе, директ-коммандер, когда мы будем загружать, он всё равно возьмёт первый заголовок и текст. В принципе, то, что вы будете писать другие тексты, они никак не отображатся. Также я буду название групп делать такой же ровно, как и заголовок и текст. Что ж, поехали. Давайте сделаем сейчас заголовок и текст для RSE. Напомню, что, в принципе, можно писать абсолютно любой заголовок и текст. На данный момент мы не выбираем картинку никак, мы выбираем только заголовок и текст. А эти объявления, кстати, можно тоже удалить, они лишние. Заголовок. Бани под ключ. Текст практически мы пишем один в один, как и для поиска. Да, мы обязательно указываем какие-то преимущества, ODC, желательно показать цену. Текст не попадает в заголовок. То есть, текст остаётся текстом. Нет никакого дополнительного правила, когда в заголовок переносится в RSE часть текста. Такого нет. В итоге у нас есть заголовок, можно писательный знак поставить. В итоге 14 символов и 72 символа в тексте. Теперь необходимо нам сделать название группы. Я делаю его таким же, как и заголовок, чтобы потом не перепутать группу. Также надо сделать ссылку, заголовок быстрые ссылки и адреса быстрых ссылок. Ссылку я буду делать с помощью такой вещи, как addpump.ru. Здесь есть удобная вещь. Называется она «Отдельные UTM-метки». Можно сделать отдельную метку для Яндекс.Директа RSE. И поставить свой сайт. Я поставлю для примера свой сайт mcontext.ru. В итоге я получаю вот такую UTM-метку и буду вставлять ее в ссылку. Вставляю. Вот она получилась. Теперь у нас остаются заголовки быстрых ссылок. Опять же, если вы смотрели мой урок по Excel, то необходимо сделать 4 ссылки, которые вы запишите, заголовки которых вы напишите здесь, через 2 прямые линии. Получаем заголовки. И теперь необходимо сделать адреса быстрых ссылок. Делаем их элементарно. Копируем ссылку из ссылки. И вставляем 4 раза через решетку. Можно вставить решетка 1, решетка 2, решетка 3. Можно вписать какие-то другие моменты, если у вас лендинг. Если у вас сайт полноценный, то вы из заголовки быстрых ссылок обычно делаете как страницы на сайт. Если лендинг, то используйте решетки, так называемые анкоры. С помощью анкоров можно пролистировать какую-то часть страницы. Например, если у вас там есть какой-то айдишник для анкора, куда вы проезжаете, вы можете вставить его. Если нет, то либо вы пишете, выдумываете свой, либо вставляете 1, 2, 3, 4. 2 прямые линии, 3, 4. В итоге у нас получаются UTM-метки для нашей РСЯ рекламной кампании, в том числе для адресов быстрых ссылок. Если вы не разбираетесь, что такое UTM-метки, желательно, конечно, посмотреть мой видеоурок по UTM-меткам. Если вообще не поняли, то можно делать без UTM-меток, потому что вся эта информация потом в любом случае у вас отображается в Яндекс.Метрике. Просто UTM-метки – это отдельный отчет. Теперь мы размножаем наше название группы объявлений до конца наших объявлений. Также желательно размножить заголовок, текст, ссылку, заголовки и адреса быстрых ссылок до конца первого. Но, опять же, это можно и не делать. Это не обязательно, потому что у вас возьмется только заголовок, текст из первой строчки. Остальные они у вас, в принципе, пойдут, можно сказать, под замену. Но самое важное, вам в любом случае придется написать второй, третий, четвертый, пятый, другой заголовок, если они у вас есть. После того, как вы заполнили свои все данные, то я еще рекомендую вам воспользоваться фильтром по группам объявлений, причем по номерам группы объявлений. Например, я заполнил одну единственную строчку по группе объявлений 2. Остальные нужно размножить. Естественно, это удобно делать с помощью фильтра. Потом мы снимаем фильтр с двух, ставим три и продолжаем. Также можно выбирать две, три одновременно группы и так далее. Повторюсь еще раз. Не всегда и не обязательно делать заголовок, который будет совпадать с вашим ключом. Это новое видение Яндекса, которое может ровно так же и пропасть, потому что Яндекс постоянно что-то тестирует. В своем случае я сейчас сниму фильтр вообще и поставлю текст совершенно одинаковый во все мои объявления. Но, опять же, если вам необходимо, вы делаете разные тексты объявлений. Я буду менять только заголовки. Все остальную информацию я, скорее всего, сейчас просто размножу и все, не буду мучиться. Также напомню, что вы можете вставлять сюда и цены. То есть, не обязательно делать, как я, голые заголовки. Также можно вставлять цены прямо в заголовки, не бойтесь. Сейчас я наткнулся на интересный момент. У меня появилась часть заголовок, которую я хочу немножко поменять. Благо, это делается очень легко. Я, кстати, могу поставить и здесь и цены выставить правильно сразу же. Либо у меня появилась баня 6 на 2, например. И я хочу их 6 на 6, 6 на 2, 6 на 6 сделать. Здесь у меня будут, скорее всего, такие, потому что 6 на 2, это, скорее всего, такая же баня. Но не суть. Я хочу для них поставить немножко другое заголовок. Что для этого нужно? Для этого нужно найти свободный... У меня есть, например, 15, 16, далее группа объявлений, номер группы объявлений. Прямо здесь вставляю я номер группы объявлений, 15, 15, 15, и дальше, кстати, тоже такие же. И размножаю все бани по своим названиям. Также у меня есть бани 4 на 4, их я тоже делаю. Бани 4 на 4, кстати, можно даже вот так написать. И размножить. Да, конечно же, для каждого, напомню, опять же, объявления надо будет делать отдельную группу объявлений. Поэтому для них я делаю уже 16-ю группу. Когда заголовок должен быть действительно продающий, пишите бани, например, под ключ. Если у вас попадаются вдруг заголовки, в которых есть, например, около целевые ключи, то советую писать заголовок, который будет точно продавать. Например, бани под ключ. Иначе люди могут понять неправильно вас и перейти, а в итоге окажется, что вы продаете немножко другое. Ну вот у меня куча недорогих бань, поэтому я пишу бани под ключ. Можно даже сделать бани под ключ недорого. Ну, мне хочется именно так. И вот и все. Теперь я снимаю фильтр. В итоге у меня есть заполненный Excel файл. И, в общем, все. Теперь необходимо этот файл просто загрузить в наш Директ Коммандер. Для этого я нажимаю Ctrl-A, Ctrl-C, открываю Директ Коммандер. И я нажимаю кнопочку «Импорт кампании из буфера обмена». Я создаю новую рекламную кампанию, обязательно проверяю, чтобы было все правильно заполнено. То есть у нас совпадали все наши названия. Кстати, обязательно проверяйте, чтобы вы не поменяли случайно название ваших полей, по которым, в принципе, Директ Коммандер и проверяет, и вставляет вот эти поля. Если все хорошо, а у нас все хорошо, мы нажимаем «Импортировать». Да, сразу скажу, сейчас появится несколько ошибок. Первый – это геотаргетинг, потому что мы его не указывали. Ну, а его и не надо указывать, его проще указать в Директ Коммандере. И появится куча ошибок, связанных с фразами, редко когда с объявлениями. С объявлениями, может быть, ошибки быть связаны только если вы либо ошиблись в своих быстрых ссылках, либо вы ошиблись в длине текста и заголовка. А во фразах проблема решается очень быстро. Вы выставляете единую ставку, можно выставить абсолютно любую. А, естественно, для того, чтобы выправить все ошибки, необходимо просто выделить все ваши группы объявлений, выделить все ваши фразы и сделать то же самое. В итоге все ошибки должны сняться. Если вдруг у вас появятся ошибки в RSE, с чем они могут быть связаны? Первая ошибка – это, опять же, с объявлениями, которые просто необходимо будет переписать. Если вы вдруг сделали совсем какую-то большую ошибку, то вы можете нажать Ctrl-Z, и ваша рекламная кампания, или несколько раз Ctrl-Z, и рекламная кампания вообще отсюда исчезнет, вы исправите все в Excel и загрузите обратно. Если вдруг у вас появится ошибка в группе объявлений, также возможно, что вы загрузили больше 200 фраз в одну группу объявлений. Ничего страшного, вы можете спокойной душой просто нажать на кнопочку. Могу показать, как это выглядит. Для этого необходимо просто взять одну группу, вставить ей одну и ту же, один и тот же номер, как вы видите, я это сделал. Нажимаю Ctrl-Z, также ровно вставляю новую рекламную кампанию, но теперь у меня одна единственная группа объявлений, видите, она одного цвета везде. Да, у меня разные там заголовки и тексты, но, как вы помните, у нас вставляется только первое объявление, поэтому ошибок здесь, в общем-то, не будет. Поэтому мы сначала выправляем ставки, но у нас ошибка остается. Видите, появляется как раз превышенно максимальное количество фраз в одной группе объявлений. Мы нажимаем разбить группу, и она разделяется на одну, две, три, пять и так далее группу. В моем случае, видите, на четыре группы разделилась. Теперь мы полностью можем работать в Direct Commander. Мы все исправили, и рекламную кампанию можно уже сейчас загружать, но, естественно, мы это делать не будем. Нам необходимо выделить все наши группы объявлений, и здесь появятся все наши объявления. Они все разные, но я сделаю им одну и ту же картинку. Вам рекомендую, конечно, сделать несколько рекламных картинок, чтобы они были разные, чтобы каждая картинка точно соответствовала тематике того, что вы продаете, например, баня 2х2, ну, очень уж какая-то маленькая баня, надо будет поискать. А баню 4х4, баня 6х6, и, естественно, можно поставить просто разные картинки. В итоге, когда вы будете загружать изображение, теперь необходимо загружать большие картинки в Яндексе. Это новые, вот буквально на днях закончился тест у Яндекса картинок больших, теперь нужно загружать только большие картинки. Если у вас их нет на компьютере, то вы можете их поискать в интернете. Давайте поищем какие-нибудь картинки. Я возьму сейчас просто обычную какую-нибудь от балды картинку. Хочу заметить, что она довольно большая, 1024х682, и она мне подходит. Если вы возьмете картинку маленького в разрешении, то она просто не загрузится в Директ Коммандер. Поэтому я копирую адрес изображения, вставляю с помощью кнопочки «Загрузить из интернета». Нажимаю «Ок». Как видите, все хорошо. Появляется еще соотношение, можно сделать некоторые соотношения, но в итоге, скорее всего, вы сами выберете просто соотношение. Чаще всего это квадратное. И также здесь есть ошибка, если слишком широкое изображение. Вот и все. Далее нажимаем «Ок» и ждем, когда загрузится картинка. Если она очень тяжелая, Директ Коммандер может просто подвиснуть. Нажимаем «Сохранить». В итоге у нас появляются везде картинки. Теперь мы идем в параметры нашей рекламной кампании. Конечно же, нам надо выставить геотаргетинг. Как вы знаете, даже нам надо выставить название, которое мы еще не сделали. Название я рекомендую писать так. Первое – это тематика, например, бани. Дальше писать, что это РСЯ. И, конечно же, геотаргетинг. Потому что вы рано или поздно начнете заниматься либо другим геотаргетингом, либо другой тематикой и так далее. Чтобы вы точно знали, что, где и откуда растет. Выбираем Москву и Московскую область. Ставим геотаргетинг. Обязательно оставляем расширенный географический таргетинг. Потому что для РСЯ, как вы помните, нам нужен максимальный охват. Если нужно будет, потом отрежем его. Временной таргетинг. Для РСЯ тоже не вижу смысла особо выставлять геотаргетинг. Если вдруг вы вообще не хотите ночью принимать заявки, то отключайте ночью. Отключать их по каким-то еще дням – это очень большая редкость. Чаще всего РСЯ работает на полную катушку. Дальше. Визитка. Яндекс.Визитка. Как вы помните, у нас еще есть и Яндекс.Визитка. Ее бы желательно тоже заполнить. Как это сделать? Благо, все очень просто. Мы можем открыть вкладочку «Объявления». У нас выбрана сейчас все группы объявлений. Поэтому мы можем нажать правой кнопкой мыши, выбрать визитку и заполнить визитку. Я ее сейчас заполнять не буду. Вы можете посмотреть это в моем видеоуроке «Яндекс.Визитка». Прямо так можете вбить и посмотреть. И там я заполняю полностью ее. Дальше. Единый набор минус-слов. Единый набор минус-слов нужен в нескольких случаях. В первом случае, если у вас уже есть рекламная кампания на поиске, у вас есть минус-слова, которые вы используете на поиске. Их можно использовать со спокойной душой в РСЯ. Второй вариант. Вы можете взять этот список из вашего парсера, если вы действительно работали со своими стоп-словами. Можете оттуда взять этот список. Если же вы все-таки парсили очень хорошо и качественно ваши маски ключей, то, скорее всего, вам просто не понадобятся минус-слова. Такое тоже очень часто бывает. Возможно, какие-то мелкие только слова. Видео, фото и так далее. Возможно, придется убирать. По стратегии. Естественно, мы выбираем независимое управление для разных типов площадок. Нам необходимо сделать так, чтобы наша рекламная кампания на поиске была полностью отключена. Можно это сделать только с помощью одной стратегии показа. Независимое управление для разных типов площадок. На поиске отключены показы. На тематических площадках максимально доступный охват. Дальше идем. У нас уведомления мы пропускаем. У нас есть тематические площадки. Естественно, мы выбираем все по максимуму. Расход и максимальная ставка 100%. Дальше. Есть очень интересная галочка «Не учитывать предпочтение пользователей». Да, эта галочка действительно уже настоящий холивар для многих директологов. Многие говорят, что надо ее включать. Кто-то считает, что не надо включать. По моим последним данным, сейчас лучше ее ставить. И не учитывать предпочтение пользователей. Показывать, в принципе, максимум охвата аудитории по всем абсолютно площадкам. Но хочу заметить, что РСЯ постоянно что-то тестирует. И каждый раз лучше потестировать эту галочку и посмотреть, стоит ее ставить или нет. Если хотите более детально узнать, что это за галочка, лучше просто взять и загуглить. Дальше. Дополнительные релевантные фразы. Да, вы можете их со спокойной душой использовать в РСЯ. Конечно, на поиске их лучше не использовать. Но в РСЯ другая история. Вы можете взять и включить их и тоже потестировать. На начальном этапе можно, конечно, тоже отключить. Но если вам нужен максимальный доступный охват, вы, естественно, включаете все. Дальше. Автор расширений фраз. В РСЯ мы их оставляем. Галочка «Не учитывать остановленные». Тоже холивар для многих директологов 2015 года. Но, тем не менее, в РСЯ особо сильно смысла в этой галочке нет. Потому что большинство в РСЯ реклама работает постоянно. Поэтому можете ее поставить, но смысла от нее, в принципе, никакого не будет. И дополнительные счетчики метрики. И вам необходимо прописать номер счетчик в вашей метрике. Вдруг, если у вас рекламная кампания находится не на том же аккаунте, на котором находится ваш счетчик. При этом, даже если он делегирован, это все равно нужно сделать. Вот все параметры, которые необходимо сделать. Также, если необходимо, вы можете сделать корректировку фраз и скорректировать и пересечения, и удалить дубли. Это переминусовка. Либо просто скорректировать пересечения. Но, если у вас рекламная кампания есть с поиском, и есть какие-то отдельные рекламные кампании поисковые, с ними вместе переминусовывать нельзя. Иначе вы получите очень большую какашку. Крайне не рекомендую так делать. Ну, а дальше вам необходимо просто отправить на модерацию рекламную кампанию, отправить ее на сервер. И после того, как у вас загрузится рекламная кампания, или хотя бы даже будет уже в состоянии модерации, обязательно выставите ограничение бюджета в 300, в 500, хоть какое-то количество. И остановить ее до того, как она пройдет модерацию, чтобы она не жрала деньги, ну, на всякий случай. Ну, а теперь давайте поговорим о двух последних вещах. Первое – это тот вопрос, который задают очень часто. Как правильно высчитать среднюю цену клика, которую необходимо поставить? Здесь есть несколько выходов. Я могу сказать так, что самый правильный выход – это поставить где-то одну треть от вашей средней стоимости клика на поиски. Например, в горячих рекламных кампаниях. То есть, если у вас стоит 100 рублей, то оставьте 30 рублей, не задумываясь в РСЯ, и вы не прогадаете. Я покажу просто пример. Готовая уже рекламная кампания, которая работает. В ней средняя цена клика – это 14 рублей. И она работает довольно хорошо и приносит постоянно заявки. Поэтому, если мы вернемся обратно в Директ Коммандер, и все-таки будем выставлять какие-то ставки, то советую выставлять рублей по 15, по 20. Если же все-таки вы хотите посмотреть более детально, то я рекомендую взять вашу рекламную кампанию, выделить все ваши группы объявлений и нажать кнопочку «Получить ставки, цены, статистику и продуктивность». И в итоге, после того, как загрузится вся эта информация, вы будете уже примерно знать, какой охват аудитории по ценнику, например, в 15 рублей вы получите. Конечно, это будет теоретический охват аудитории, который будет постоянно меняться, но тем не менее. Давайте посмотрим. Ставка ВРСЯ сейчас у меня стоит 0.30. Давайте ее поправим. Для тематических площадок установим рублей 15. И сразу же я возьму охват ВРСЯ. Он очень далеко. Я сразу же его просто подвину. Сразу же можно закрыть некоторые поля. Это спецразмещение и прочее. И для каждой рекламной кампании в Директ Коммандере можно выставить свои вкладочки. В итоге, давайте посмотрим, за 15 рублей в рекламной кампании на поиске по Москве и Московской области мы можем практически получать везде как минимум от 50 до 100% охвата аудитории. Где-то мы просто не сможем получать охват аудитории. Здесь два варианта. По тем ключам, которые мы не получаем охват аудитории, тут прочер, как вы видите, можно сделать следующее. Во-первых, их просто отсортировать. Как вы видите, их ровно половина. Собственно, как я и говорил. Потому что в одной фразе, как вы видите, больше чем три слова. Дальше начинаются как раз те самые ключи, в которых чаще всего просто охвата аудитории нет. Либо по этим ключам можно выставить просто отдельный ценник. Можно это сделать несколькими вариантами. Например, можно создать новую рекламную кампанию, новую группу объявлений. Можно просто их пометить с помощью кнопочки «Поставить и снять метку» и выставить на них ценник. Например, не 15 рублей, а 30, ровно в два раза больше. И посмотреть, если по этим ключам появится все-таки какой-то охват аудитории, то все замечательно. Если не появится, как вы видите, не появляется, то, скорее всего, просто нет никакого охвата аудитории на этих ключах. Да, вы можете их пока оставить, часть из них пусть останется. Как вы видите, их меньше, чем заведомо намного меньше, чем тех ключей, у которых есть все-таки ставки. Если по ним не будет никакого охвата, то рано или поздно вы просто возьмете и удалите эти ключи с помощью кнопочки «Делит», и все. И у вас останется чистая ваша рекламная кампания. Если говорить про чистку вашей рекламной кампании в РСЕ, то вам необходимо просто перейти в статистику вашей рекламной кампании уже в самом интерфейсе «Яндекс.Директа». Далее вам необходимо просто перейти во вкладочку «По площадкам», то, что я уже сделал, и смотреть весь период, который вам необходим. Например, за неделю можно посмотреть количество кликов, показов. Да, будет CTR, скорее всего, меньше единицы, ничего в этом страшного нет. Здесь будет расход, средняя цена кликов. В общем, все, что вам необходимо. Также, если вам необходимо будет отключить какие-то площадки, которые вы посчитаете ненужными, причем они, возможно, ненужные будут по конверсиям, возможно, они будут ненужны еще по каким-то моментам. Например, связаны с тем, что много показов, но при этом нет переходов. Можно, кстати, поискать такие площадки, например, 480 показов, но при этом ноль переходов. Да, конечно, можно такие площадки закрывать, я не буду сейчас рассказывать, какие я бы убирал, я бы вообще не стал ничего убирать, но покажу, тем не менее, как это делается. Вы убираете те площадки, которые вам не нужны, с помощью галочек, которые здесь можно проставить рядом с ними, и выбрать действия, действия запретить показы и нажать «Выполнить». Хочу заметить, что вообще площадок, которые используются, например, за последнюю неделю было аж 15 страниц, то есть это очень большое количество, и все чистить площадки – это довольно геморройно. Поэтому я повторюсь, что Россия довольно чистая сеть партнеров Яндекса, поэтому в ней чистить площадки зачастую просто не нужно. Все замечательно с ними, у них нет ни скликивания, и довольно все честно. Поэтому я считаю, можно со спокойной душой оставлять все площадки, которые у вас есть. А теперь пройдемся по самым распространенным вопросам, которые задают по Россия. Итак, нужны ли ключи ниже 200 показов в месяц? Яндекс, а это большинство ключей, 90% всего, что есть в Вордстате. Нет, не нужно, потому что по ним нет охвата аудитории, точнее статистики охвата аудитории. И Яндекс эти ключи вообще не воспринимает как таковые, то есть как только вы выставляете Россия, там охвата нет. Нужна ли переминусовка в Россия? Очень хороший вопрос, и главный вопрос заключается в том, с чем нужно переминусовывать Россия. Нельзя переминусовывать рекламную сеть Яндекса с рекламными компаниями на поиск, это самая главная ошибка. А вот делать ли переминусовку между двумя рекламными компаниями в Россия, это уже решать вам. Если там есть дубли в рекламных компаниях Россия, это проблема. Если в них нету дублей, то и переминусовывать их между собой нет смысла. Повторюсь, самое главное, не переминусовывать их с рекламной компанией на поиске. Нужны ли минус-слова в рекламной сети Яндекса? Все очень индивидуально. Если вы используете очень широкие слова, например, такие как баня, вот просто слово баня, то, конечно же, вам нужно будет использовать какой-то список минус-слов. И да, он будет отличаться от тех минус-слов, которые у вас на поиске. Потому что рекламную компанию на поиске от слова баня навряд ли вы будете ввести. Вы, скорее всего, будете собирать маски ключей, которые состоят из двух и трех слов. А в Россия, если используете одно слово, то, конечно, там будет просто свой отдельный стоп-лист со словами. Если вы берете просто рекламную компанию на поиске и переделываете ее в Россия, при этом фильтруя ключи с 200 и больше показами, то вы можете использовать список стоп-слов, которые вы используете на поиске. Я так делаю, и это замечательно работает. Когда надо начинать чистить площадкой рекламной сети Яндекса? Заметьте, этого не было в пункте, поэтому при настройке рекламной кампании этим заниматься не надо. Знаю, что в интернете ходит куча всякой информации по поводу списка недобропорядочных площадок в Россия и прочего. На самом деле люди, новички, особенно путаются и пытаются принять такие вещи, как волшебная таблетка. Там, к сожалению, ее нет. Я вам могу сказать честно, что в Россия практически все площадки, которые есть, они действительно ликвидны. С них действительно можно получить хороший трафик, который будет конвертироваться в заказы, в заявки, как хотите. Россия, вообще Яндекс, за всеми площадками очень тщательно следит, в отличие от контекстной медийной сети. Там действительно можно собирать теоретический список, да и то каждый список должен быть уникален. В Россия список площадок, на которых вы не хотите рекламироваться, а он именно так и называется, или стоп-лист, как хотите, блэк-лист, он собирается только после того, как вы запустите свою рекламную кампанию и открутите ее неделю-две. Иначе весь процесс вашей работы, он ни к чему хорошему не приведет. Только после того, как у вас появились какие-то данные для анализа, вы их анализируете, только после этого отключаете площадки. Что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если есть что добавить или какой-то у вас вопрос, пожалуйста, напишите его в комментариях. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, там есть очень много контента, связанных с Яндекс.Директом, Google AdWords, лендинг-пейджами и вообще маркетингом в целом. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. На этом все, с вами был Константин Горбунов. Пока-пока! Продолжение следует...